Перед началом дебатов обстановка в зале непринуждённа. Как будто это и не второе за сутки экстренное заседание по Сирии. По словам нашего постприда Василия Небензи, США был нужен лишь предлог, и они его нашли. Я ещё раз хочу при всех задать вам вопрос. Зачем вам механизм, когда вы уже назначены на виновных до расследования? Вам это расследование не нужно. Ничего слышать вы не хотите. Вы не хотите слышать, что в Думе не обнаружено никаких следов химической атаки. Вы просто всё это время искали предлог. Вот он и был любезно предоставлен провокаторами из белых кассок. Якобы совершённая в Сирии химическая атака уже стала поводом для целой волны публикаций в американской прессе. Практически всё, что сейчас известно о подготовке Вашингтона к боевым действиям, рассказывают журналисты. А вот официальный Пентагон молчит. И это только добавляет неопределённости. В сторону Сирии в эти минуты идёт целая армада из девяти американских кораблей. Василий Небензя призывает остановиться. Те угрозы, которые вы сейчас произносите в отношении Сирии, должны нас всех чрезвычайно беспокоить. Потому что мы можем стоять на пороге очень-очень тяжёлых печальных событий. Я ещё раз просил у вас, воздержитесь от тех планов, которые вы, возможно, вынашиваете по Сирии. Тем более, что Вашингтон даже не понимает, за что и кому он отвечает. Это косвенно признали в Госдепе. Мы точно знаем, что было применено какое-то химическое вещество. Но на данный момент мы точно не уверены, что именно было использовано. О том, что доказательства нужны, сегодня заговорили и на американском телевидении. Ведь даже одиночные атаки в Сирии обходятся бюджету крайне дорого. Например, удар по аэродрому Шайрат ровно год назад стоил 60 миллионов долларов. В эфире Fox News журналист вспомнил ту атаку и потребовал у одного из сенаторов объяснить, как в Конгрессе приняли решение, основываясь только на слухах. Год назад нам говорили, что в Сирии применили зарин, а теперь мы узнали, что нам об этом лгали. Мне казалось, что вы, как сенатор США, должны быть заинтересованы в выяснении истины. Я многое слышал за последний год, и я со своей стороны убежден, что Башар Асад был очень даже причастен к той атаке. Что заставляет вас так думать? Информация, которую я слышал. То есть два месяца назад министр обороны сказал, что у нас нет доказательств. А у вас, судя по всему, они есть. Неужели их нет у министра обороны? Может быть, вы могли бы рассказать о них сейчас? Нет. Почему? Я не стану углубляться. Основные союзники Вашингтона в лице Лондона и Парижа на этот раз заняли скорее выжидательную позицию. Журналисты выяснили, что британский лидер Тереза Мэй накануне отказалась от идеи нанести по Сирии совместный с американцами удар. Точно так же и глава Франции предложил заокеанским коллегам по коалиции дождаться, когда миссия ООН все-таки приедет на место и выяснит, что же на самом деле произошло в Сирии. Станислав Григорьев, Александр Якименко, Известия... Продолжение следует...